Продолжение следует... 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 Вот это первое слово. Вам нравится слово геометрия. Вы готовы? Тогда время. Алгебра и геометрия. Это такая наука, изучает фигуры геометрические цифры. Геометрия. Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам. Откуда это? В математике? Нет, нет. Из мультика? Что за наука такая, которая изучает биссектрисы и углы? А, физика или что там у нас? Камон, геометрия. Боечник, yes. Течение, школьная программа и уроки есть. Физика, математика, русский геометрия. Алисия 2. К сожалению, я вынужден вас огорчить. Вроде вы как-то обрадовались, было как-то смешно. Но у вас был повтор. Игрок под номером 2, игрок под номером 3 у вас тоже был повтор. К сожалению, мы сможем принять только два правильных ответа. С чем я вас и поздравляю. Ну, нормально. Поэтому мы и радовались. Особенно меня порадовало, конечно, объяснение Романа. Отсечением. И дальше он взял паузу, потому что он дал Диане очень сложное задание. Она должна была перечислить весь курс школьной программы, чтобы угадать, что там на седьмом месте геометрия. Распоздравляю, 20 баллов. Возвращаюсь к команде фотографов. Если вы выиграете, у меня будет фотосессия? Да, да, да. Спасибо. Хоть Наташа согласилась. Спасибо, Вадим. Перед тем, как мы начнем, я прошу, чтобы вы тоже поменялись. Итак, Никита. Такой сильный. Я обычно не шучу над людьми, которые физически сильнее меня. Ребята, одевайте наушники. Да, сейчас все будут слушать музыку клевую. У нас все время разная музыка. Вот сейчас, например, смотри. Вот по танцам я определю, что они слушают. Потанцуйте. А Шатунов, Шатунов, Шатунов. А я вам сообщаю это слово. Выбора нет. Это слово, которое, может быть, вы слышали, даже видели. Истерика. Вы готовы? Да, да. Только без истерик, Никита. Хорошо. Время. Уже начало. Человек, когда попадает в загадочную ситуацию, у него происходит… Истерикация, тайна. Нет, нет, нет. Происшествия. То, что с ним происходит. Судьба. Роб. Это его реакция на это событие. Что-то плохое, что-то… Негатив. Дальше, дальше, дальше. Горе. Нет, нет, нет. Его состояние… Апатия. Он впадает в… В депрессию. Нет, дальше, еще, еще, еще. Апатия, депрессия… Женщины устраивают. Истерика. Да. Ты вчера пошел, с твоей бывшей подружкой встретился, тебе твоя девушка что устроила? Скандал. По-другому. Истерику. К сожалению, я вынужден вас огорчить, потому что мы засчитываем только один правильный ответ. Это в исполнении Натальи, потому что дальше просто у вас не хватило времени. Но, с одной стороны, я очень рад за Никиту, потому что он не знает, что такое истерика. Соответственно, живет счастливой семейной жизнью. Молодец. Я вас поздравляю, вы зарабатываете 10 баллов и счет пока, если я не ошибаюсь, 60-50. Можно этому поаплодировать. Итак, мы играем первый тур. Это угадать слово, но в этот раз я буду играть самой красивой девушкой в вашей команде. Да, поменяйтесь, пожалуйста, местами. Наталья сейчас подойдет ко мне. Два слова на выбор я вам дам, чтобы там лежали карточки. Здесь тоже будут лежать карточки. Влад, ну-ка прекрати подсматривать все время за мной. Все время подсматриваешь. Вот это вот фотографская его деятельность. Одевайте наушники. Пока проигрывайте. Пока проигрывайте. Но ничего страшного, сборная Казахстана по флалу все время проигрывает. Но у вас есть зато шанс выиграть сегодня. Итак, два слова на выбор. Это вот это и вот это. Вот такие прикольные слова. Славульки. Сейчас я подумаю. А в эфире программа Апаза. Вот это. Вот это? Да. Ух ты, какое прикольное слово. Я их люблю. Итак, вам достается слово. Ну, вы выбрали слово. Иллюзия. Вы готовы? Да. Время. Тебе говорят, не строй по отношению к кому-то. Козни. Нет, каких-то выдумок. Типа то, что не сбудется никогда. Предрассудки, мысли. Нет, ты ожидаешь, но это никогда не будет. Не строй. Планы. Нет. Когда ты угадываешь что-то, что будет, но этого не будет никогда. В голове твоей. Мысли, фантазии. Друг по-другому. Идеи. Никогда не сбудется, понимаешь? Ты себе там что-то строишь. Ты говорят, не строй никогда вот этого. По-другому. Еще, еще, еще. Это когда ты что-то придумываешь себе, но у тебя это никогда не сбудется. Еще песня такая есть. Время. Время, к сожалению. Сложное слово. Да. Сложное слово, но я вам скажу, два там сложных слова, но она выбрала слово иллюзия. Не смогла его объяснить. И да, она сказала, что она любит иллюзии, но иллюзии не любят ее. Да. Ну ничего страшного, не расстраивайся. Аплодисменты для тебя, да, Наташа. Все страшно. Да, да. Давайте, одна черепаха уходит, вторая подходит ко мне. Да, удачливые. Ну что, вы готовы? Да. Геометрическая геометрия. Самое главное, что ты хочешь, музыку послушать? Ну зря, одевай. Там Муромов. Да, яблоки на снегу, вот это вот. Не спрашивай меня, откуда я знаю, я слишком давно родился. Ты готова? Да. Да, команда готова? Алена, все уже давным-давно прослушали целый альбом. Итак, вам достается слово модерн. Вы готовы? Ну хорошо, попробуем. Ну попробуйте, время. Это такое современное. Это направление, можно сказать, в чем направление? Классика, не-не-не, постмодернизм, близко. Модерн? Да. Так. Ага, понял. Это в дизайне используются различные стили. Классика. Там уже модерн. Это? Да, да, да. Толкинг. Группа такая. Есть. Толкинг. Вот что там. Хэт, голова. Ладно, ладно, ладно. Так, окей. Классика. Время. Слово-то такое. Нет, Ром, я хочу сказать, что Диан, отлично, он с одного слова дал великолепную подсказку. Он сказал группа, токинг. Нет, он сказал толкинг. Ну да, у нас же лаки туркинг. Лаки Тартл, как название такое он сделал. И, если я не ошибаюсь, Аленочка, по-моему, опять был повтор. Вы сказали постмодернизм, а это, по-моему, однокоренное слово модерну, да. К сожалению, по-моему, мы можем принять только один ответ. Это значит, счет у вас было 60, у вас было 50. Вы не заработали ничего, не заработали вновь 10 баллов. 70-50. На этом мы заканчиваем первый тур. Первый тур закончен со счетом 70-50 в пользу команды Лаки Тартл. Ваши аплодисменты, поздравляю вас. Ну а теперь, друзья, предлагаю немножко отдохнуть, взбодриться, почувствовать вкус, почувствовать настроение и утолить жазу. Я попрошу вас спуститься для начала второго тура. Попрошу. Итак, уважаемые телезрители, мы переходим ко второму туру нашей программы, которая называется «Пантомима». Сейчас я пройду вот туда и выберу из команды самого шустрого игрока, который ознакомится с шестью категориями, которые будут представлены на экране. Выберет одну, потом одну, потом одну, потом одну. Всего по две. Молодец, я очень быстро считаю. Собственно говоря, а потом игроки предложат ему угадать это слово, используя только язык жестов. Ни в коем случае не говорит словесно. Все понятно? Все понятно? Мы начинаем второй тур «Пантомима». Мы начинаем с команды «Лаки Таттл», потому что в первом туре начинала команда «Объектив». Я приглашаю сюда самого шустрого, человека, который, собственно говоря, будет отгадывать. Диана, пожалуйста, займите свое место вот здесь. А на экране, на вашем экране выведены, ой, какие прикольные сегодня у нас категории. Джунгли зовут, домохозяйки, стройка, любовь, голливуд, молодежь. Давайте вместе с вами будем. Стройка не подходит, вы не строитель. Нет. Да, домохозяйка не подходит, вы работаете. Джунгли зовут, не помните. Любовь либо Голливуд. Голливуд? Голливуд? Голливуд. Голливуд. Мы играем категорию «Голливуд». Будьте добры, оставьте ее только. Значит, 45 секунд. Вы можете говорить «пас», это значит для игрока, вы можете меняться. И зафиксируйте слово, которое они будут отгадывать. Хорошо. Итак, вы готовы? Начинаем с вас и, собственно говоря, в этом порядке. Итак, Голливуд, вы готовы? Я готова. Итак, на старт, внимание, пусик отдал. Поехали. Экран, широкий экран. Кастинг. Мейкап, лицо. Герой. Следующий. Что ты делаешь? Пас. Не понимаю. Алена. Ты водитель. Да. Тебя убили. Герой. Киллер. Давай, Оля. Прима. Прима. Примадонна. Прима. Красная дорожка. Улыбка голливудская. Время. А, время, 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 время. Но, по-моему, я поздравляю вас с Дианой. Я поздравляю команду ваших удачливых черепашек. Вы зарабатываете 4 балла. Я вас поздравляю. Дайте аплодисменты для вас. Я прошу вас присаживаться. Мы сыграем с командой ваших соперников. Молодец. Команда «Объектив». Кто? Кто этот человек, который... Адиль. Адиль. Итак, Адиль. Опять категории джунгли зовут. Я даже не знаю, что там. Там, наверное, какие-то животные, может быть. Домохозяйка стройка, молодежная, любовь. Ну, так как я дома недавно делал ремонт. А я знаю. Ну, я выберу стройку. Стройку выберете, да? Да. Очень неожиданный для меня выбор. Я желаю вам удачи. Команде я тоже желаю удачи. Ребята. Вы готовы? Вы готовы? Я готов. Давай, 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 давай. Время. Цемент, миксер, бетономешалка. Хорошо. Крыша. Прораб. Кафель. Наливные полы. Блин, я знаю это слово. Комбинезон. О, молодец, Адиль, молодец. Особенно меня порадовало, когда Вадим начал философствовать в игре. Это просеивает, это просеивает. Причем, да, это японский песок, сады же есть. Это Вадим вот так представляет себе песок. Нет, мы поговорим. Мешок, все, взял. Все, ну особенно, особенно дальше было. Я знаю это слово, но пас. Адиль, я тебя поздравляю, поздравляю всю команду в игре, потому что знаешь сколько? Сколько? Мы продолжаем играть с... О, это сейчас была миниатюра. Дэвид Бэкхэм забил свой гол и вот, например, сел на SkyMaker со всеми там. Мы продолжаем играть с вами. Второй игрок в команде, кто пойдет в комиссию, да? Кто будет продолжать играть в Фантомиму со мной? Влад, привет. Привет. Нормально все у тебя? Все, блин. Давай с тобой посмотрим категории. В джунгли зовут, домохозяйка, любой. Молодежь, слушай, давай рискнем. Давай вот возьмем домохозяйку. Нет, давай молодежь. Правильно, мы молодежный. Ой, сейчас у меня спину отпустят. Ну давай, молодежную категорию мы возьмем с тобой. Я команде пожелаю удачи. Неплохое начало, честно говоря, для команды, которая проигрывает. Поэтому я желаю... Ты готов? Я готов. Время! Любовь, нежность. Записки, телефон. Учеба, школа. Что ты делаешь? Ноутбук, компьютер. Пишешь, набираешь текст, печатать. Учиться. Школа. Пас, давай следующий. Татуировки. Телефон, айфон, сообщение, смс. Мы с тобой братья, друзья. Ты пьешь, выпивай алкоголь. Отдых. Пьянка. Нет, 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 нет. Уже все. Уже все. Мы с тобой пьем, друзья. Пьянка. Я мечтаю, куда мы с тобой едем уже. У тебя уже в конце было. Ну, неплохо в лапках. Сколько? 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 200. Ты? Это куда? Я понял. Ты спрашиваешь меня, сколько? Да. Тебе, конечно, хочется знать, побил ли ты рекорд Адиля. Нет. Нет. Но столько же. Пять проявлений к ответу. Поздравляю. Поздравляю тебя. Спасибо. Команда Lucky Battle, конечно, расстроилась немножко. Потому что неплохие показатели. Показать команду объектив. Кто рискнет принять вызов и заработать больше пяти. Потому что вам чрезвычайно нужно это сделать. Алена, прошу вас выбрать категорию. Осталось всего три. Джунглит зовут Домохозяйка и Любовь. Домохозяйка. Домохозяйка. Да, это я. Это вы. Как грустно, что такая красивая девушка, домохозяйка. Ну что ж. Это ненадолго. Да? Ну, я желаю удачи и вашей команде, и вам. Вы готовы? Готовы. Время! Пирог. Гардероб. Шкаф. Повар. Лялечка. Ребеночек. Нянька. Роды. Близнецы. Пеленки. Фартук. Мытье посуды. Я мою посуду. Стирка. Пилю своего мужа скалка. Четыре, четыре, четыре балла. Четыре правильных ответа. Поздравляю. Ну, немножко застопорились, конечно, по-моему, на детях. А, дети? Застопорились на дети. Как это часто бывает, да. Ну, я в любом случае вас поздравляю. Давайте поаплодируем. Алене, Алене, занимайтесь, пожалуйста, в свое место. Итак, удивительная ситуация. Классика жанра, как мы называем это в нашей программе. Счет 150-150. Нас ожидает увлекательный третий тур. Итак, уникальная ситуация произошла перед заключительным третьим туром. Мы хотели начать с командой, у кого будет меньшее количество баллов, но счет равный 150-150. И сейчас начинать будет команда, которая правильно ответит на мой вопрос. Ваша любимая программа на телевидении? Войми меня. Ваша любимая программа на телевидении? Войми меня. Опять неудача? Ваш любимый телеведущий? Войми меня. Ваш любимый телеведущий? А, начинает команда телеведущий. Да. Итак, условия третьего тура. Я прошу, чтобы послушали все игроки. Я вам дам словосочетание вашей команды, словосочетание вашей команды. У вас будет возможность выбора. Потом вы выскажите четыре ассоциации, которые у вас есть на это словосочетание. После этого мы будем играть с вашими игроками. И удастся ли им попасть то, что вы сказали. Это, собственно говоря, условия тура. У каждого будет по пять секунд, двадцать секунд в целом. То есть, делайте это быстрее и желайте не повторять то, что сказал предыдущий участник. Все понятно? Да. Мы начинаем третий тур. Ассоциации. И одевайте наушники. Оделай команду наушники. Сейчас у них играет Бьянка. Новая песня. Бьянки. Понятия не имею. Или Нюша. Что-нибудь такое. Итак, у вас сложнее ситуация. Вы начинаете. Вам достаются вот такие вот штучки. Принимается. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово международные отношения? Дипломат, виза, страна, президент. Дипломат, виза, страна, президент. Неплохо. Где-то есть свои сложности, но надеюсь, команда с этим справится. Вы готовы? Да. Команда готова. Итак, снимайте наушники, уважаемые. Снимайте, 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 снимайте наушники. Да. Снимайте. Вы готовы? Вы готовы? Собрались с мыслями? Словосочетание «Международные отношения». Время. Планы, пак, договор, подписи, Путин, Абанк. Все, 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 гони, моя очередь. Страны, страны, президенты, дипломаты, договоры, меморазмы. Время, 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 время. Политика, диплом, печать. Не дошло, не дошло, не дошло, не дошло до Ромы. Заигралась Гайни. Она использовала 17 секунд из 20, да. Я даже, собственно говоря, наверное, без, да, без напоминания хочу сказать, что, в принципе, удачная игра была. Три правильных ответа. С чем я вас и поздравляю. Опять, Вадим, команда, одевайте наушники. Мы будем сейчас заканчивать, собственно говоря, с нашей игрой, с рейтинг-туром. И именно вам нужно заработать 4 балла. Задача, которая достаточно сложная сейчас стоит перед вами, но выполнима. Итак, какие ассоциации у вас с казахскими традициями? Поехали. Итак, у нас традиция первая – это одевание невести сережки. Сережки. Хорошо, одевание сережки. Головного убора. Давайте лучше это все сделаем, как из-за ту, провода невесты. Хорошо, да. Потом сразу же можно встык от салкису сделать. Салкису. Абсолютно верно. И вот на свадебных традициях беташар это будет прикольно, да? Ой, молодец, Вадим. Здорово, мы выбрали 4 слова. А сейчас я попрошу, чтобы команда сняла наушники. Снимайте наушники. Ох, и задачку-то вам Вадим задал. Ваши ассоциации, когда вы слышите казахские традиции. Вспоминайте работу. Обычаи. Жар-жар, беташар. Старики. Наследие. Баусаки. Проводы. Невесты. Узату. Кочевники. Горы. Адель. Молодец, Адель. Адель успел сказать, так, вот так я и думал. Друзья, вам досталось сложное слово, хотя, в принципе, Вадим выбрал правильные ассоциации. Два еще были, это вы угадали казату, вы угадали беташар. Были еще два, это Сау Кису. Сау Кису. И четвертое, это Вадим, что у нас было, дорогие друзья? Нет, беташар мы угадали. Да. И четвертое было, это когда одевали сережки. Да. Два правильных ответа против трех. Так прекрасно выпить этот замечательный напиток перед всем, как я подведу итоги нашего противостояния. В очень напряженной борьбе с разницей всего лишь один балл. Одно правильное решение, которое было принято командой Лаки Тарта, победила, собственно говоря, команда Лаки Тарта. К сожалению. Я вручаю всем участникам наши замечательные дипломы. Давайте, передавайте. Это дипломы за участие в нашей программе. Да, держите, да, Никита, это тебе. Ну, а вам, вам, помимо дипломов, которые я с удовольствием вручаю, я поздравляю вас. Передавайте, передавайте, передавайте. С победой вас поздравляю я. Дипломы за первое место в игре. Пойми меня, так на стеночку куда-нибудь желательно, да, что мы участвовали, мы выиграли. Мы вам дарим, друзья, мы тут посоветовались, решили, что... Ну, такой стереотип сложился, что ведущие ведут малоактивный образ жизни. Поэтому было принято решение, что мы вам дарим посещение школы латиноамериканских танцев. Да? Это вот это. Это я не умею, вас там научат правильно это танцевать. Это была программа «Пойми меня» на телеканале НТК. Совсем скоро мы увидимся. Дорогие друзья, вы вновь услышите эти слова. Поехали. А пока, до свидания. Обнимайтесь, обнимайтесь, обнимайтесь. Молодцы. Утоли свое любопытство на следующей неделе. С Фьюз Ти.